здравствуйте георгий сегодня мы с вами встретились на чемпионате европы челябинске вчера первый день соревнований был где вы боролись весовой фигуре 60 килограмм ваше ощущение этого турнира ну начнем так как вам вообще челябинск первый раз вы здесь не 1 это самое главное надо было спрашивать как челябинск очень классно и такого редкого видишь проведение соревнований мне очень нравится я очень удивлен тем как приняли нас не очень на самом деле очень красиво на очень-очень высоком уровне я даже удивился что так могут проведить сегодня соревнования похоже не на джидона какие-то и на чемпионат мира там по футболу образно встречает везде бигборды теперь возвращаемся к борьбе вы вообще на этот чемпионат ехали за медалью этой или это этап подготовки к олимпийским играм знаете нет это чемпионат европы и чемпионат европы естественно после медаль на сегодняшний день я готовился к олимпийским играм и с чем вот так получилось что вы журналист да вы заняли на этих соревнованиях пятое место чего не хватило или просто вы решили остановить вот так я просто видел ваш поединок за за третье место не знаю у меня сложилось впечатление что вы с одной стороны вроде очень утомлены были а с другой стороны мне казалось что вы наоборот настолько артистично боролись что вы просто хотели показать шоу и вам не важен был результат от этого поединка на самом деле не так это первый раз в жизни кстати где я бы доборолся до хэнтэ это первых соревнований где я боролся на восемь минут я себя чувствую некоторые люди говорят что я устал но я на самом деле себя чувствовал хорошо с тем парнем который боролся на третье место у него в оборонительную можно сказать борьбу ему чуть легче было чем мне вот непонятно было почему удалили вашего тренера вы знаете мне вообще вся схватка непонятно было изначально почему мне шида дали почему ему не дали хотя вроде я атаковал я действовал пытался бороться я с этим голландцем боролся семь уже два раза проиграл вчера это был второй раз у этого как раз выиграл все проблемы только от самого себя но вот в моем прозвища я сам а то что тренера удалили я даже не знаю можно спросить у комиссара он должен сказать впереди олимпийские игры но перед этим еще есть несколько достаточно больших стартов это большой шлем в москве еще кубки мира да вот нет я больше не буду нигде бороться для вас это олимпиада вторая да нет первая олимпиада а почему вы не поехали можно чуть погромче в 2008 году у меня была лицензия на последнем турнире я проиграл парни с моей же командой финале это был кубок мира в чехии и тренингс состав решил взять его а если бы я поехал на битвизию не факт что у меня была медаль не факт что я встал понятно что олимпиады это мечта каждого дзюдоиста на сегодняшний день насколько вы вот сейчас готовы так и морально физически каким-то подразумевание показали что на сегодняшний день я готова не очень но все-таки мне кажется что вот смотря поединок за третье место вот мне понравился этот поединок почему потому что он был не неординарный вот как все поединки борется вот кто за третье место вы вели себя как показывая шоу вот вы играли вывод как-то эмоции у вас были вы бежали вы показывали действия мне все-таки кажется что вы немножко лукавить в плане того что для вас чемпионат европы так и настолько важен знаете нет на самом деле у меня изначально первой схватке я боролся и у меня получил травму насколько серьезная травма травма может быть болит нога но когда ты выходишь на козор ты не чувствуешь после знаете я даже не обращал на это все внимание может быть стиль борьбы у меня такой что показывает шоу какое-то но не знаю хотелось выиграть любым и способом как только можно было я не мог провести время на самом деле я плохо боролся я понимаю что вчера не очень хорошо боролся я могу намного лучше бороться там ну вчерашняя схватка там первая вторая и третья где вот я не боролся я никогда не бывал я выиграл всегда быстро и чисто вчера мы все схватки получились голыми то есть вы так расцениваете что морально вы готовы к олимпийским играм а вот физически надо немножко доработать да вашу так сказать выйти на пик формы как раз в олимпиаде да вы знаете морально и физически я не думаю что слабее просто может быть я перестал какие-то борьбские делать перестал сильно рисковать раньше у меня на этом как потому что я рискую от того и выиграл сейчас более чуть закрепощен но я очень боролся наверное из-за того что хотел выиграть второй раз по игре на Европу не знаю и до этого я вот знаешь сейчас истрал много не тренировался буквально недавно начал тренироваться скажите в вашей весовой категории кого вы самым главным соперником для себя считаете или несколько соперников таких есть самый главный соперник если я сам себя могу перебороть ты должен уметь себя контролировать уметь подавиться эти чувства которые вызывают какой-то боязнь ты должен сам с собой бороться сначала в том сопернике что я не могу это не дождать это вот я принципиально считаю своими соперниками нет я готовлюсь к тому что у меня утром проснулся было совершенно настроение я пришел с ним бороться и делал то что я решаю сколько человек в вашей команде приехал на этот чемпионат Европы? вы знаете очень много наша команда у нас вместе с тренерами 40 человек во всех весовых категориях то есть полностью по два человека только тяжеловес один но и в команде у нас просто еще в замене есть команда поэтому призерна которая будет бороться вы будете бороться в команде? до вчерашнего дня я должен был бороться но так как я повесил травму я думаю, что в порядке а насколько команда в полном ли составе команда выступит на Олимпийских играх? или в каких-то весах у вас нет? нет, у нас все лицензии чемпионат Европы не играет никакой роли в наших играх у нас 10 ребят взяли лицензии из 7 весов категории это 3 человека в 90 килограмм не, 11 3 человека в 90 килограмм и 2 в 100 килограмм и у них вот завтра будет решаться кто-то тоже боит для Олимпийских игр так, для отбора к Олимпийским играм у нас у всех очки не есть но как бы не закончится чемпионат Европы хорошо, не можно но все лицензии у нас осталось это довольно успешно для украинских игроков в первом роде спасибо большое, удачи вам спасибо, поддержал я Георгий